Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о такой теме, о которой меня спрашивают многие зрители и подписчики канала. Это вексельное право. И здесь, дорогие друзья, конечно, мне хотелось бы рассмотреть очень много вопросов по вексельному праву. Что это такое? Что оно из себя представляет? Откуда взялись его корни? И, конечно же, какое оно имеет значение в настоящее время в современном гражданском обороте, в отношениях как торговых, так и в общегражданских отношениях. При этом, дорогие друзья, я хотел бы, поскольку эта тема очень обширная, эта тема непростая и она затрагивает очень многие сферы, как связанные с гражданским оборотом, так и затрагивает административные правоотношения, уголовные правоотношения. И практически нет ни одной отрасли, нет практически ни одного фактора, ни одного юридического факта или сделки, который бы тем или иным образом не соотносился с вексельным правом. И поскольку тема интересная, непростая и широкая, хотелось бы начать с основ. А основы были заложены задолго-задолго до современности. И мне сегодня хотелось бы вступительный разговор, вступительную лекцию об этом начать именно с того, о чем было сказано еще до революции. И привести в пример видение этого вопроса со стороны товарища Нефедьева. Нефедьев это заслуженный ординарный профессор, который еще в 1907 году издал на правах рукописи учебник «Вексельное право», «Банковские сделки» и «Морское право». И если мы соотнесем учебник 1907 года по вексельному праву и соотнесем современное вексельное право, которое зафиксировано в Гражданском кодексе и в других нормативных актах, то мы во многом увидим схожие моменты, а некоторые моменты просто заимствованы из предыдущих. И здесь нет ничего странного. Здесь нет абсолютно никаких противоречий между прошлым, будущим и современностью. Потому что само право, само гражданское право как отрасль, она зародилась задолго до появления современной цивилизации. Это многие понятия и термины, они перекочевали из Древнего Рима, а еще ранее из Греции. Поэтому, дорогие друзья, здесь нет ничего странного. И даже 1907 год, это относительно недавно. Но здесь были не основы вексельного права, оно было еще задолго до этого издания, основы были зарождены. Но мне хотелось бы все-таки вот через понимание столетней, даже больше давности, перейти к современному пониманию вексельного права. Я думаю, вам будет это интересно. Ну, а кому не интересно, те, дорогие друзья, у нас есть много других интересных тем в других роликах и так далее. Поэтому, если неинтересно, вы можете перемотать и посмотреть другие наши, а те, кто интересуется этой тематикой, тем, я думаю, будет полезно знать основы. А потом мы уже в дальнейших лекциях перейдем к более мелкому разбору. Итак, дорогие друзья, это, повторяюсь, на начало века положение. И вот как говорил профессор, ординарный профессор Нефедьев, он говорил о векселе. В настоящее время вексель не является сделкой исключительно торгового права, так как вексельная правоспособность распространена и на лиц, не ведущих торговли. Соответственно, этому вексель является в настоящее время сделкой гражданского права в широком смысле. И здесь я хочу сделать маленькую ремарку. Здесь автор, товарищ Нефедьев, он разделяет понятие торгового права в узком смысле. Современное название этой отрасли это финансовое право. Он разделяет торговое право и гражданское право, как более широкое. И говорит о том, что вексельное право заняло свое место, отнюдь не последнее, а достойное место не только в торговом обороте, но и в гражданском обороте. И далее послушаем, что говорит товарищ Нефедьев. Однако же в нем сохранились в векселе те черты, которые характеризовали его, когда он был сделкой исключительно торгового права. Так он сохранил прежнюю форму, за ним сохранилась строгость взыскания и возможность обращения и так далее. Можно сказать, что свойства векселя, с которыми он явился в торговом праве, оказались полезными и в общегражданском обороте. И вексель имеет следующее значение. Он служит платежным средством и заменяет в этом отношении деньги. Он служит для удобства и доставляемое в этом отношении векселем удобство состоит в том, что при погашении обязательства передачи векселя устраняется необходимость пересылать деньги, что сопряжено с расходами. Кроме того, при взаимной задолженности нескольких лиц, состоящих в постоянных торговых сношениях, выдачей векселей погашаются взаимные притязания. И здесь уже идут определенные схемы, вот как об этом говорит Нефедев. Так, если купцу А должен купец Б, и если купец А купил товар у купца С, то вместо того, чтобы платить за товар купцу С и получать долг с В, А может выдать С вексель на Б. То есть здесь все понятно. Такая схема между сторонами. Будем учитывать, что это все происходило в лучших традициях русских купцов, и тогда уже вексель занимал достаточно достойное место. И платежом по этому векселю в выше приведенном примере будут закончены взаимные расчеты между этими торговцами. Причем вместо двух платежей наличными деньгами будет произведен один платеж наличными деньгами, а другой векселем. Дорогие друзья, то есть вексель был неким прообразом современных платежных систем и так далее. И сейчас, конечно, за ним сохранилось огромное значение, и он из торгового исключения...